Привет, дорогие друзья! Сегодня мы с вами проведем эксперимент. Что будет, если смешать зубную пасту с моющим средством для посуды? И реально ли так хорошо работает этот состав? Очень много я видел видео в интернете. Давайте проверим. Обязательно досмотрите это видео до конца, и вы узнаете много полезной информации. Ну что, вы готовы? Поехали! Для этого берем бюджетное моющее средство и дешевую зубную пасту. Выливаем в емкость 150-200 грамм моющего средства и чайную ложку зубной пасты. Здесь меня ждал сюрприз. Зубная паста плохо растворяется. Как мы знаем, в зубную пасту входит фтор и карбонат кальция. Это основные ингредиенты. Дальше идут красители, увлажнители, пеносодержащие вещества. А вот в этой зубной пасте нет пенообразующих веществ. Но это не отменяет эффект. Я знаю, как ее растворить. Дальше берем стакан теплой воды и растворяем в нем 1 столовую ложку пищевой соды. Кстати, у меня на канале есть очень много видео, как экономить моющее средство. Вы можете увидеть эти ролики в подсказках, в конце видео и в описании к видео. Так как бутылка у нас пустая, выливаем в эту же бутылку наш состав. Ну и чтобы растворилась зубная паста, достаточно хорошо взболтать. Фтор и кальций быстро растворятся. Это абразив, который счищает наш налет с зубов. Ставим вот такой дозатор, который реально и существенно будет экономить моющее средство. Давайте убедимся, что средство однородное. Все получилось. Ну и давайте тестировать. Для начала берем контейнер жирный, наливаем холодной воды. Добавляем капельку нашего средства, кладем салфетку, закрываем и взбалтываем. Ну что ж, как мы видим, идеальный результат даже без мочалки. Очень хорошо сработал. Идем дальше. На раковине из нержавейки есть известковый налет, который обычным моющим средством не получается убрать. Давайте попробуем. Капнем немножко средство. Теперь нужно растереть мочалкой и оставить на 5-10 минут, чтобы средство поработало. 5 минут прошло, теперь мочалкой еще раз проходим. Ну что ж, как мы видим, идеальный результат. Мне нравится. Ну и вишенкой на торте будет пластиковый подоконник. Как вы знаете, он очень сильно пачкается. На мокрую мочалку капаем нашего средства. Натираем подоконник и оставляем на 5-10 минут. Процедура вся та же. Теперь еще раз проходим мочалкой и вытираем влажной салфеткой. Ну что ж, подоконник чистый. Меня устраивает результат. Очень хорошо справилось это средство. Давайте подведем итоги. Этот способ действительно работает. И даже дешевая паста справилась на ура. Единственный недостаток – плохо растворяется. Но можно заменить ее на другую, протестировать и все получится. В конце видео я оставлю, как вымыть подоконник, если интересно. 5 способов. Так что этот способ имеет место быть. Поделитесь, пожалуйста, этим видео с друзьями, близкими, знакомыми. Им, я думаю, будет тоже очень полезно это видео. Спасибо всем за внимание. Всем добра, удачи. И до новых встреч. Скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok